Всем большой привет! Меня зовут Настя, и вы на канале Тоскана Бэкс. И сегодня я с продолжением рассказа про самые известные принты. У нас уже вышло два ролика про самые известные принты, и еще один ролик про то, как их сочетать. Если не видели, обязательно посмотрите. И я рада, что вам понравилась эта тема. Ну и на самом деле, интересных принтов еще достаточно много. И начнем мы сегодня со знаменитой Пьеде Пуль или гусиной лапки. Это контрастный принт, который чаще всего представлен в черно-белой расцветке. Ну и при желании можно найти более яркие цветные варианты. Красные, синие, зеленые, в общем, на любой вкус. Ну и, кстати, интересна история появления самого названия. Русский вариант гусиная лапка. Это калька с французского Пьеде Пуль. Но интересно, что в процессе перевода Пуль, это вообще-то курица по-французски, превратилась в гуся. А в англоязычных странах, кстати, используют совсем другой вариант. Такой узор называют собачий клык или щенячий клык. Ну и на самом деле, острые грани узора напоминают зубы. Кстати, при всей своей сложности, такая ломаная клетка является одним из старейших узоров мира. Считается, что прообраз знаменитого Пьеде Пуль появился еще до нашей эры, а затем эволюционировал и прижился в Шотландии. Там он, кстати, превратился в знаменитую пастушью клетку. А вообще, изначально узор использовался в защитных целях, поскольку размывал силуэт владельца, и в полях его было очень сложно увидеть. Кстати, очень интересно, что ни один из шотландских кланов не пытался присвоить себе авторство. Такая ломаная клетка долгое время оставалась нейтральным принтом и использовалась в одежде охотников. Ну и, конечно, все изменилось в 20 веке, когда модное сообщество распознало потенциал этого принта. Первооткрывателем этого узора стала, конечно же, Куко Шанель. Она с 20-х годов прошлого века выпускала костюмы именно в этом узоре. Сама Куко Шанель признавалась, что Пьеде Пуль — это ее любимый принт. Ну и по сей день модный дом Шанель считает ее своей визитной карточкой. Но, кстати, интересно, что в юридическом плане право на использование Пьеде Пуль модному дому Шанель так и не удалось закрепить. Позже он появился и в коллекциях Кристиана Диора, и в одежде, которую делала Эльза Скиапарелли. Ну и сегодня ломаная клетка может появиться на показах практически любого модного дома. Далее я предлагаю вам поговорить про другие принты в клетку. Все они называются шотландками, потому что в Шотландии есть даже специальная компания, которая занимается регистрацией таких узоров. Именно плотная шерстяная ткань в клетку в Шотландии стала признаком клана. То есть каждый род имел свой собственный, определенный по цвету и размеру узор клетки. И сейчас насчитывается более 2200 вариантов. Но, кстати, клетка вышла далеко за пределы Шотландии. Есть еще знаменитый узор, который называется виши. Это такая мелкая клетка, а узор назван в честь одноименного французского города. Там же, кстати, производят и косметику. Еще один знаменитый вид клетки называется принц-уэльский. Ее еще, кстати, называют эстерхази. Это костюмная шерстяная ткань серого цвета с тонкими светлыми и темно-бордовыми полосками. И сюда же я хочу добавить про принт-аргайл. Кстати, это уже не клетка, это именно ромбы. И, как правило, они встречаются именно в трикотажной одежде. Название произошло от местности в Западной Шотландии. Кстати, изначально эти ромбы вывязывались по отдельности и соединялись воедино. А название произошло от местности в Западной Шотландии. Ну а я хочу показать вам несколько вариантов сочетаний с клеткой разного вида. Начнем мы, конечно же, с гусиной лапки. Здесь у нас контрастный красный, и для того, чтобы поддержать принт, мы использовали черную сумочку. Вот, кстати, и она. Очень универсальная модель, смотрится нарядно. Здесь золотая пряжка, и сумка сама закрывается на клапан. Внутри у этой сумки одно отделение, и на задней стенке есть кармашек на молнии. Носить сумку можно двумя способами. Вот так вот на плече при помощи короткого ремешка, который идет в комплекте, или вот так вот в формате кросс-боди. Кстати, стоимость этой модели 6860 рублей. Следующий вариант – это сочетание денима с крупной и контрастной клеткой и фиолетовым акцентом. Это одна из самых минималистичных моделей у нас в ассортименте. Она закрывается на магнитную застежку. Здесь клапан. Дополнительно есть молния. Внутри у сумки единое отделение, и на задней стенке есть кармашек на молнии. В комплекте у этой модели идет широкий ремешок. Он регулируется, поэтому сумку можно носить и на плече, и кросс-боди. И ее стоимость 7470 рублей. И следующее более спокойное сочетание с сумочкой такой же модели. Здесь я хочу обратить внимание именно на неконтрастную клетку бежевого цвета. Ну что, с клеткой разобрались. Давайте дальше. Мы с вами уже говорили о мельфлоре. Это такой цветочный принт с тысячей мелких цветков. А сегодня разберем еще один цветочный принт. Он называется флёр-де-ли или геральдическая лилия. Вообще, это символ королевской власти во Франции с конца средних веков. Этим символом украшены гербы и флаги многих государств и городов. Но, кстати, последние исследования заявляют, что на этом принте изображена не лилия, а ирис. Этот принт используют многие модные бренды, а также производители домашнего декора. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. Напишите, какой принт вам понравился больше всего. А я напоминаю, что все сумки из этого выпуска и еще огромное количество интересных моделей вы можете найти в Тоскана Бэкс. У нас есть магазин в Санкт-Петербурге. Он находится на станции метро Дыбенко и работает ежедневно с 10 утра до 10 часов вечера. А также шоурум на станции метро Гражданский проспект, и он работает по предварительной записи. И не стоит забывать про наш сайт. Кстати, заказы мы доставляем по всему миру, а по России при помощи Почты России. Доставка будет бесплатной для всех заказов, где есть сумка по полной стоимости. А я прощаюсь с вами до следующих роликов. Пока-пока!